Я хочу поделиться с вами двумя жизненными примерами, как в данном случае поступать. Вы слышали о таком человеке Генри Кисельджер? Да. Кто он такой? Ну, в правительстве в Америке он был. Ну, кем он был? Советником был. Советником. Еще кем он был? У кого советник? Советник у кого? У фермера? У многих президентов он был советник. Биографию вы не знаете? Нет. Когда он заканчивал университет, заканчивалась война. А он родился в мае 1923 года. Вот. 23-й год. В Марсе. И он говорит, война кончится. Мой возраст военный, меня не призывают. Что-то у него отлично там занятия были. Аттестат хороший, видимо. Любыми путями добьюсь, чтобы меня отправили на фронт. Ему не отправляют никаких. Ну, мне будут совать все время. Где ты был, когда страна боролась с фашизмом? Возраст твой. Почему ты не военный был? Меня... Ты не будешь это подсказывать. Ну, его взяли. Взяли, конечно, не с винтовкой он ходил. Хожу, он говорит, знает немецкий язык. Там где-то перевозчиком был. Это так вот было все. Никто не знал, кем он будет. Это человек огромного ума. Он умер в 2023 году, в прошлом году, в октябре. Он прожил 100 лет и 4, 6 месяцев, 5 месяцев. Лауреат Мобильской премии. Совет не просто так, а по умиротворению. Ну и студенты спрашивают его, а что такое челночная политика? Дипломатия челночная. Дипломатия. Как он ответил? Я забыл уже. Забыл. Слышь внимательно, придется пересказывать потом. Он говорит, это когда кажется невыполнимым совсем. Но благодаря тому, что я как челнок буду где-то ездить, я это усвоил. Ну, какое? Ну, например, Международный Волютный Фонд. Все средства мира находятся в Швейцарии. Война была, Советские дошли оттуда и обошли. Гильдер был, обошел. Вот эти интересные, как сумели, воюют на смерть. А туда никто не заходит. И он говорит, вот Советский Союз, его нигде не принимают. в эти фонды. А вот благодаря челночной дипломатии можно делать. У них защитников нет. Какой вопрос решается без них? У него ни одного человека нет, который был бы там за них. Все только за свои страны, а от них никого не принимают. Он тогда поехал к кортейлеру, миллиардер. Здоровались, а друг друга знают. Все, блин. А где? Сюси, Сусанна. Сюси! Она вышла. Вот приехал, видите, гость у нас такой. Так все, она не замужем. Да нет. Сколько женихов советовал, нет. А ведь почему не выходишь замуж? А кого предлагают-то? Банкиры празднуют, они хилые. Она повязывает сразу хилые. Вот какое дело. А он как-то подумал и говорит, а вот если жених будет тоже финансист, но мужик настоящий, из Сибири, самые крепкие люди оттуда идут. Но она считала грамотно, а сразу говорит, ну, папа не разреши. Отец говорит, у нас все финансисты, банкиры, а нам зачем мужика какого-то сибирского? Ну, ладно. Ну, тогда все это дело-то. Ой, но заранее план обмозговал. Поехал в Россию. Синьки, Сержа, приехал. Там забегали вокруг переводчика ему везде где-то. Ну, я ненадолго приехал. Я хотел бы узнать, у вас финансовые факультеты есть? Конечно, есть. А есть такие, чтобы в Сибири были? Есть. Ну, показывает, что? Спрашивает, а вопросы какие? Я хотел бы познакомиться с ними там. А есть ли такие учащиеся там с отличием? Одни пятерки. Всякие есть. Тут же дали ему сопроводили, и он поехал. Приезжает. Лето. Закрыто. Предавательно поговорил. Вот у нас на вену, говорит, один парень есть. Ну, такой. Прямо вперед. Только преподаешь, а он уже вперед знает, чем кончится. А объем живет. Да недалеко. Тут 250 километров от нас. Ничего себе. Ну, поехали. Приехали. Он с ним встретился, борился с этим. Поговорили маленький. Парень-то такой веселый, спортивный. Ну, лучше не придумаешь. Так как? Да закончил. Там еще надо маленько что-то еще, говорит, делать. Что-то там сверх... Диплом все уже на руках, говорит. А ты не хотел бы жениться на американке еврейского происхождения? Чего же ради? У нас своих девчонок хватает. Его взять никак нельзя. Но если это дочь миллиардера, о, тогда другое дело. То есть все, он уже заручился. Он едет теперь в Швейцарию, разговаривает с ними, говорит, что-то печально таким-то. Третье совещание, говорит, не можем председателя избрать. Вот все старое, мы чувствуем, надо двигаться вперед. Это же валюта. Он говорит, я знаю человека такого вот. Трезвый лук. Вперед идет. Даже еще чего не изобретено, он же по финансам знает. Хотели бы такого иметь? Конечно, у меня из Сибири один мужик. Из Сибири мужик? Нет, у нас никто его не примет. Но это зять Рокфельра. О, тогда другое дело. Он тогда едет туда. Тут он заручился, что он директором. В банке будет это, в Швейцарии. Возвращается туда и говорит, я еще насчет физик поговорить хотел. Он позвал отец, я как? Да никак. Отец еще предлагал какого-то. А я знаю всех, они дохлые такие. Он говорит, я знаю одного золота мужика. Отец, нет, я против. Но это директор швейцарских банков. А как первый говорит, так это другое дело тогда. Все уладил. А у советских теперь, там ходатай свой, они души не чают. Впервые советский туда проник, в самое сокровенное. А он спросил его только, а бабка кем работала? Да бухгалтером. А кто она была? Он назвал Сара Моисеевна. Так ты еврей? Ну, там говорят евреи, но я русский. То есть у него все сошлось. Вот говорит, один случай. Один мужик в Сибири, вот вы задали задачу, он явился, это уже в октябре, и о том все рассказывает. Понятно? И поэтому у всех президентов был советником по умиротворению, там, где война идет. Вот если бы он сейчас был здесь, в Украине, в России, то в один день прекратилось. Он бы этого убрал, клоуна у них, и все было бы по-другому. Тут еще спрашивают. Бывший, когда бы работал полковник, он с этой стороны подходит правильно, у нас выхода никакого нет, если вступает в НАТО под границу, под самую, пять минут и нас накроет. Им это надо? Я рассуждаю маленько. Не зря мне сегодня с Байденом сравнили, говорит. Старший, говорит, на сколько, говорит, и рассуждается, я не так, этот забыл, зачем до кухни пришел. Вот это одна такая история. Вторая еще ближе. Это далековато было. Я рассказал, когда сто лет, это редкий случай, что политические дети. 93 было там, у русских был такой там, Каганович, кажется, Молотов, вот эти два самые долгожители были. А здесь так, работает сестра в роддоме, а у нее одна знакомая и говорит, опять рожать не сегодня-завтра. Уже трое ездят. Ну, мы-то кто, торгаши? Ну, до того, злые дети. Ну, мы между собой так, вземки из этих денег, то там, товары продавать, то другое. Она говорит, это передается наследство. Если музыкант, у него музыкант, математик, математик, поэт у него данные закладываются, вот мы считали здесь, не только по телу, глаза и бабкин зад, но по душе сходятся. А как? Ну, говорят, вот, если родители верующие, то ребенок другой будет. Ну, тут и так, понятно. Если, да не за нового поколения верующие, ясное дело, что не ваш сын. Ты все это поменяй. когда рождают, факсы вешают маленькую этикетку от кого, а они все дети одинаковые. Ты от верующих возьми, а моего туда. Да, как это так? Ну, так, я запрошу тебе, не даром это не, но, чтобы никто не знал. Все. Сказала, может быть, это еще не стоит, все равно же, живой ребенок. Она когда легла, в это время там, привезли верующую, и она как только родила, и это родила в один день, почти в один час. Она сразу и принесла, и обе кормят, и даже подозрения никакого нет. Но уже в три года резко отличается. Ребенок, от которого убил, еще он такой тихий, что-то где-то задумывается, они смотрят на него, не могут надевись, а эти-то свои-то монетчики-то, торгаши-то. А этого туда подсунули, а тебе не могут понять, что он все так продает, игрушками, играет, это... Как-то сказали. Встретились, говорит, через 30 лет только с физиологической материалью. Но уже так, это ошибка бывает, никого не выдали, но вот так. ДНК же брали, когда подозрение было. ДНК не говорят на 100%, они скажут там 95, 96, они так, ну, у нас же 4%-то были, мы не 100%-то не можем угадать, похоже на родителей, нет. А родители стали замечать, он по-другому ведет себя, тот, которого подсунули ребенка. Он все еще так торгует, где-то там все так, работать не хочет. И вот так, они, когда порассуждали, посмотрели, издалека грянует на сын, а у него вид такого вепри дикого. Здесь никак его не понимают, ему надо, то есть природное ходит туда. Вот мы родились от пастуха. У нас пастухи, все такое, и за кого мне там ходить, я сколько был, кончил 10 классов, меня никуда не тянет я. Договорил, что лошадей почти, меня отец бы если не выгнал, я бы и не кончил ничего. А отец дал мне 3 рубля денег-то нету, Барнову, иди учись. У отца почему-то было, откуда он знал это, что и инженер, это инженер, это что-то такое высокое, недосягаемое. Ну я в институт прошел, 3 рубля, 2,30 за билет, и 70 копеек на руках. Найди квартиру, обеспечь, питайся, поступи. Вот мы как жили. Я рассказываю по делу. А бывает такое, а еще сделаешь, еще не сделаешь. Но мы вот, допустим, у тебя там понятно, они хотели такого. А он вырастает, вырастает дальше так, а я с этой говорю, она и будет мать, которую обменяли, мать. Так, она, в России, 11, Захарова фамилия ее была. Я говорю, и как, уй, говорит, у сына такой ребенок, никогда такого не было. Не могут никто нарадоваться него, отверущий который. Они не знают, что он не их. Они-то на полном серьезе думают-то. А как, кончил институт медицинский, и в нем бабки там, взрослые, души лечают. Он что сделает, может и на дом приехать, посмотреть, как идет после операции то другое. Говорит, ему цены нету. Он пошел по другой линии, чем родители. Родители, я так и не знаю, кем они были, но тут-то уже ясно было, что молитва достигла Бога. Урито Захарова, да. Вот. Когда я рассказываю это, и понять не могу, как это. А вот так. Господь делает так, чтобы вот, женились, допустим, недавно. Я встречу обязательно, через родителей, постепенно, с чем ночью у меня будет дипломатия тут. Подождем. Вы там были, были. Почему вот это не сделали? Почему какие-то друзья, ну, правда, не в штанах, и без платков были, их не видно, в коридоре стояли? Почему? Священник тут занят одним. Ну, вы зачем делаете это? И это не со стороны мужа. Вот что дело-то. Муж-то видишь, он лишнего слова не скажет. А это, когда начнет проявляться, виновны вы. Двери надо было закрыть. Или вам надо было показывать, видел, как там свадьба идет, вещание, да. Я все смотрел и переживал. Знаю как. То есть, а вы еще уверены, что не ладно будет? Не ладно будет. И будет с той стороны. Вот здесь момент объединения, когда был, здесь должно быть все чисто. А там какие-то люди там отосоветились, там, может быть, кричали горько. У нас нет горько. Кому горько, там пойти, пейте. Я сразу не коснулась, я бы мог наказать про это. Я говорил о другом, про одного страшного человека, который может к ним зайти из родственников. Он страшный, страшный человек. Безумно страшный, в котором семь злейших. И он везде лезет и это. Я предупредил с этой стороны всех. Родители жениха, кажется, кто-то близкий им еще был, предупредил, чтобы этого человека у вас не было. Придет любыми путями избавьтесь от него. Иначе у вас верности не будет. Он жене изменял, он предатель, он просто глуснейший человек. Вот какое дело. То есть я этой черночной дипломатерией не воспользовался. Я просто дошел и отступил. Я вот там заступил умышленно, чтобы не говорили, что я помешал и что там повлиял как-то. Я знаю это. Это дорого стоит. Но здесь я не дважды, а, кажется, три раза уже верно назревает все. Я дал характеристику невесты хорошую меня спросили, я сказал все, что есть. А что-то еще-то не так, ни слова нигде не сказал. Понятно? Да. Так, пересказать смог бы сейчас на счет дипломатики? Ну, смог бы, наверное. Смог бы. А вы смогли бы пересказать? Пересказать-то можно. А вот хотел бы у вас спросить. У вас была ли когда-нибудь этот метод челночной дипломатии? Привести примеры жизненные. Ну, два примера. Ну, видишь, что? У меня ограниченное сверху влияние. Моя задача привести ко Христу. Тут ничего не подходит. Челночная никак. С родителями, допустим, я беседую, а сын уже взрослый где-то. А родители против. Кто любит отца или мать больше, чем меня, не достоин меня. отметается. Тут по-другому. Это не дипломатия. Поэтому мне тоже эта дипломатия ну, никак не подходит. Не подходит, но зато как умный. Он ни одного человека не обманул. Вот главное. А на этом уровне все лгут. А это другой. Он никого нигде не обманул. А эти даже подмена это, ну, ясно, что. Эти-то довольно не знают как, а это еще не знают где-то. Не знают. это где-то там я много встречался, много ездил, много знаю историй этих. У них я жила на одна бабушка. Улица Гоголя, Барнау, 144. Беседуем с ней, она говорит, вот я езжу в монастырь и все время отца ищу. А куда он делся? Мы были где-то в Румынии вроде бы. И она говорит, когда мы уже сидели там плод такой или лодка, и отец сидел, Библию читал. Библию читал отец в то время. Библию может даже нет Библии, но может быть Новый Завет. Библию читал. И вдруг говорит, там наши узелки, и все, мы в Россию переезжали. Заходит старичок какой-то, подходит к нему и говорит, время пришло, вставай, пошли. он посмотрел на нас, встал в Библию под ножки, жена закричала, у меня пятеро, ты что делаешь, там где? Моими телесами не выживете, Господь поможет вам, голоду не бойте, я у нее на квартире живу, и она там все рассказывает, я верю на сто процентов. Ну, говорит, мы переехали сюда. Куда он ушел, с кем ушел-то? Я, говорит, везде в монастырях каждый год уже сама старушка и все может отец живой еще где-то или слышали про его. И вот я когда с ней беседовал, и она говорит, отбирали все, что сделаешь. А у нас, говорит, там пшениса была немного, там гектар сколько, и мы два вороха намолотили, все это вручную было, и на одну так немножко в соломы бросили, а другую хорошо скрыли. Кто-то доложил, приехали, которая закрыта, там такая плохая, забрали, а эту, говорит, пальцем не тронули. Однажды, говорит, мы едем до брички-то, а только прошел дождь, и не такой большой дождь, но гроза была, и едем, говорит, и смотрим канавы, трава, и трава вот так вот ходуном ходит, а ветра нету, мы подошли, а там рыба такая, вся канава, брички, которые идут, и такие, как лестница по краям, мы загрузили полностью, говорит, все, откуда-либо, из облаков, я еще не знаю, стал разговаривать с людьми, которые говорят, где-то был вихрь, вихрь, он поднял воду, с рыбой до сих пор дошло, из облаков, и здесь его Господь скинул, и никто же не пошел, никто не захватил, у нас это было здесь, где мы, мы не ходили с нами, там внизу пруд, а тут пшеница, и однажды дождь прошел, коров паселся, а там и лежу, пшеница шевелится, а пшеница-то выше этого пруда-то намного туда, не то, что там собака-то, не каждая залезет, почему дождь прошел, я уже знал, и из облаков торнадо Господь сбросил, ну, маленько так взяли, сколько есть, вот когда живешь внимательно, то по опыту других, в первую очередь, старайся, чтобы жена родила дома, постарайся, чтобы учащиеся учились дома, иначе они там у тебя научатся, у меня следователь, он все знает, и говорит, вот статья такая, и говорит, даже не знаешь, к чему прилепить ее, я говорю, так более ранний период, в раннем периоде никогда этого не было, в школе разбрат такой идет, но они уже взрослые, там, восьмой, девятый класс, а девчонка одна у нас с ними не знают, они, говорят, капюшон на нее накрыли, а выходить мимо, там, какой-то подвал, они ее туда затащили, держали за руки, за ноги, а мальчишки насиловали ее, ты понимаешь, сколько задействовано, это ни одного писателя, нигде не найдешь, вот даже, а следователь, который был мой следователь, вот говорит, кто бы мог думать, что к этому все подойдет, я считал, ребенку 10 неполных лет он изнасиловал, пятилетнюю девочку выпустили, вот так, почему, мы на грани полного уничтожения, вот и газеты об этом говорят, и что нужно делать, молиться, не смотреть, а если завтра, завтра, значит завтра, не сегодня, поэтому, вас нету ночью, сегодня я ночью был на улице, молился, рановато, встал, первый час только был еще, и так, искос, осмотрю на небо, облака затянули, и вдруг, между облаками, вот в этом месте, вот как я сейчас рукой покажу, вот так вот, летит спутник, и очень быстро, в этом направлении, то самолеты не ходят, тут их нету, вот так, поискосок, прямо на север, прямо, ну, у этого топовые огни горят, там, справа, там, красный, слева, зеленый, здесь нету, лампочка идет, благословила домой, я воспоминал ночью, вас вспоминал ночью, молился, спасибо, Христос, да, каждую ночь, воспоминал перед Богом, я вот, брат, еще ночью, на дипломатии, были бы рядом родители, я бы это устроил, чтобы отпустили тебя, нам с тобой так хорошо, побеседуй, поговори, я молюсь об этом, не оставляй нас одних, у нас так все хорошо идет, сегодня вы там где-то поднимали, ограду делали, Володя Вишен, трудяга такой, но одному, а я-то куда, не нужный, я думаю, если бы я родителей твоих знал, думаю, поговорил бы с ними, что он за это время может сделать, оставьте его до осени, ему это тоже на всю жизнь, меня можно отначитывать, что вот не будет, батюшки не будет, батюшке вот осенью будет 80 лет, это тоже, братцы, не 20, а там уже, как видно будет, будет другой священник, вчера я запрос сделал, сестра одной Елене, я говорю, все сдали, почему типография не работает, бумаги нету, молитесь сильнее, прошу помолиться, чтобы бумагу скорее привезли, бумага где-то из Китая, материал огромный, 7 томов, по 1300 страниц, а новая проповедь, сколько уже новых, которые туда не вошли, я все думаю, когда Господь так делает, вот я рассказываю, когда у меня первый раз арестовали, представь себе, жена пришла, передачку принесла, а там определенные дни, раз в месяц, и в это же время, пришла машина из КГБ, черный лимузин, и который мое дело курировал, Никулин Юрий Михайлович, подполковник, он приехал, я не видел, какая форма красивая такая у них, тот щит и меч, ну, я не знаю, почему бывает так, что, а здесь, прямо в глаза бросается, а у нас накануне, только был разговор, он принес мне, я говорю, пыхал, потому что вас отпустят, а я говорю, я не пойду, я не пойду на свободу, мне надо выйти перед судьей, перед судом, и все рассказать о Боге, о вечности, он вот так подошел, а я подал бумагу, написано, отказываюсь, он постоянно посмотрел, на окно, в окно смотрит, потом погодился ко мне, нет, Игнать Тихонович, порвал бумажку, вы здесь, он уже тут мразь одна, а златоуста своего, хоть мешками там распространяй, я вашей матери обещал, понимаете, я вышел, а Надежда Васильевна на крыльце у тюрьмы, мы сразу упали на колени и стали молиться, а он стоит, второй мужчина, следователь, который работал надо мной, и машину домой привез, вот людям говоришь, а, так вы им продались, вы там сексот, не продавался, я не сексот, шесть лет буду на свободе, потом арестуют, уже дело будет с судом, ну, люди трапоретно мыслят, вот у Баптица было такое, не было, я кому рассказываю, так я бы скрыл это дело, чтобы не, ко мне они на работу приходили, а я на работе взял так, мой тапон у меня спрятанный, ну, когда разговаривались, нажал, и он все записывает, и вот они приходят, Бинденко Александр Семенович, такого вот роста, может, пониже и себя, и говорит, вот, вы с этими работами, и ПХ, истинно православные христиане, подпольщики, у них паспортов нет, у детей в школу не ходят, а тут получилось, пришли, я со мной работал, и она обратилась, а они в Тамбове, оттуда Фомин, Фомин Николай, он направляет человека, хорошего, сизма, чтобы он поехал, чуть Тони вырвал оттуда, Бакланова, Антонина Георгиевна, а то приехала, беседа одна прошла, и она оттуда вышла, ну, и тогда дальше, мы сами поехали туда, и 32 человека обратились, но это, видишь, как государство, желало этого, и поэтому, в данном случае, вера и государство, как бы, я так говорю о Боге, и они сразу же паспорта получили, пошли работать, дети там в школу пошли, и работают отличные такие, а пенсии, это некоторые шахтерами работали, женщины, такое время было, а теперь они получили паспорта, теперь я их посылаю к архиепископу, у них некоторые монаши стоят, там, там свой их рукополгал, и он их, Гидеон Докукин, архиепископ, признал, или, может быть, до помазания дошло дело, вот, Шишкина Раиса Дмитриевна, так кажется ее, она стала потом настоятельницей местного монастыря, где-то тут, в Алтайском крае, вот как, и поэтому это совпало, и он говорит, много там, где вот Лыковы, Карпосипович, что-то, Агафья-то откуда, и там сколько есть таких, которые найдены, мы хотели, чтобы вы туда поехали, мы вас забросим туда, довезем, я говорю, я с вами не поеду, я вам не верю, вы меня, наверное, столкнулись, Игнатий Тих, ну, какое у вас мнение, ну, вы видели с вами, несправедливо поступали, я говорю, со мной нет, но я слышал, слышал, и много слышал от людей, которые там были, где маленькие окошки, тыкаю наху, а где это у них, кажется, Ленина 25 или 30, на той стороне, серое здание Алтайского КГБ, и говорил мне этот человек, Михальков Иван Андреевич, а у него сына, сына арестовывали, кажется, три или четыре раза, а сидит, вернется опять, и он сказал, говорит, вот там вверху, которая маленькая, это камеры, и люди оттуда не возвращаются, но я возвратился, одна у меня знакомая была, могу называть фамилию, верещать, все, вот, она, ее вызвали там, поговорили, а потом уже выходит, когда ее на крыльцо вывести надо, и говорят, вы только, Валентина Афанасьевна, никому не рассказывайте про это, это у нас не положено, она говорит, я прямо с крыльца буду сейчас крещать об этом, потому что, да мы можем такое про вас сказать, что вы знаете про меня, я проводиться работала, жена всего мира, и он сразу сел, да нет, я просто пошутил, сказал, я, супруга всего мира была, вот и лиц сказ, а она сразу, там никому не говорит, а все там, ну говорил это по-простому, один ходил к нам на занятия, и как-то я его домой допустил, я редко допускаю это, и вдруг он заболел, не хочу даже называть, и вот он заболел так, что надежды встать никакой нету, а ходил на занятия в университет, и мне звонок дает, простите меня, я сотрудничал с КГБ, и про вас все рассказывал, я вот помираю, лежу, да помирайте спокойно, и что ты мог сказать, ну что сестра у вас на заводе работает, да разве они это не знают, ну что вы Библию изучаете, ну что ты мог рассказать, когда кроме этого у нас еще и не было, ты не беспокойся, Георгий, все нормально, помирай, я говорю, а он выздоровел, пришел освобожденно от оттягивания, от тяжести, сколько таких событий в жизни бывает, а это значит расстояние, как Господь делает, допускает, вот я пошел сейчас, Володя там выключил все, библии, ну что,